Я не слышала. Альбатс? И в это видео был полный Альбатс. Я ничего не слышала. Я прилетела себе на стол в пятидесят. Несунгурки. А, риск. Я не успела до этого добраться. Здесь красные глазки. Вчера просто я не была... Не до того. Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. И моя сегодняшняя гостья – это Елизавета Астинская, главный редактор журнала «Форбс». Добрый вечер. Добрый вечер. И мы, как всегда, говорим о сегодняшних событиях. Ну, начну я про сегодняшние события, но начну я издалека. Вот было такое исследование в «Левада-центре» о том, что большинство россиян, 57%, считают, что государство не должно вмешиваться в дела в церкви, а церковь – в дела государства. Ну, мы как бы с этим согласны. Да, 57% – логично. Ну, мне кажется. Чтобы больше «Левада-центр» это не выдавал, его признали иностранным агентом. Это само собой. Да. Но его, я думаю, еще раньше признали иностранным агентством, и это ему дальше, потом, вероятно, зачтется. Тем не менее, иностранный агент «Левада-центр» выдал нам такие даты. У меня нет протеста, честно говоря, против этой цифры. В общем, я в целом с этой идеей согласна. Так, плюс-медус. Ну, ты согласна. И при этом 42% считают, что государство должно наказывать людей, оскорбляющих религиозные святыни и чувства верующих одновременно. 42% так считают. Мне кажется, что там есть какое-то противоречие в этих цифрах. Но, тем не менее, Государственная Дума сегодня сказала, что нет никакого противоречия, и во втором чтении приняла закон, который сокращенно называется «О защите чувств верующих». И вот там вот вместо пятерочки за оскорбление чувств верующих теперь будут давать трешечку, но тем не менее будут давать. Или брать много денег. То есть пошли по пути смягчения ответственности, можно сказать. Ну, по пути практически гуманизации, можно сказать, этого законодательства. Ну, я не знаю, мне все это представляется избыточным каким-то. Есть и так нормы права, которые не позволяют совершать какие-то неправомерные действия. Есть уголовный кодекс, он так действует, его никто не отменял. Зачем эти избыточные меры? И почему нужно делить общество на какие-то сегменты? На верующих и неверующих, на пьющих пиво, пьющих парзоми и так далее. Ну, зачем это нужно, я не понимаю. Ну, то есть, мне кажется, что у нас достаточно нормативных актов для того, чтобы регулировать взаимоотношения в целом в обществе между людьми. И эта норма избыточна. Ну, Дума считает иначе. Я думаю, что этот закон может в очередной раз стать инструментом чего-то. Непонятно чего. Ну, вот непонятно, как он будет применяться. Я пытаюсь спросить и понять, о каком понимании всей этой проблематики говорит этот закон. Потому что мы понимаем, что она существует, очевидно. Но вот она есть. Потому что есть верующие, есть их чувства, есть люди, которые считают себя оскорбленными. Где-то грани между оценочным суждением и оскорблением. А с другой стороны, есть люди, которые, например, есть масса историй, которые тоже не с потолка взяты. А вот эти вот там девушки, которые ходят в школу, в платках или университет, или без платков, да, в мусульманских регионах. И какие-то с ним происходят борьбы. И что-то еще с ними творится. И совершенно понятно, что это происходит не только у нас, но и в других местах тоже. Ну, вопрос толерантности в обществе, он остро стоит. Потому что... Мне, кстати, очень интересно. У меня даже вот в выходные был спор с друзьями на эту тему. Когда они приезжают в другие страны, они чувствуют, что эти страны изменились. Что там происходит, ну, так сказать, изменение просто, ну, национального состава, обычаев, культуры. Это просто заметно. Ну, я и говорю, это все вопросы, которые... И обществом приходится жить в новых условиях. И нужно отвечать на эти вопросы каким-то образом. Каким-то образом. Желательно делать это достаточно... И понятно, что это вопросы непраздные. Достаточно тонко. Ну, не топорно, скажем так. Ну, тонко, не тонко, но хотя бы понять, хотя бы понять вообще, о чем идет речь, чего мы хотим получить там в результате. И на что мы можем согласиться, на что мы не можем согласиться. Но этот закон, я не знаю, я, честно говоря, с ним глубоко не знакома, сама тело меня несколько настороживает. Ну, то есть, мне кажется, что это вообще, возможно, некий элемент, ну, там, политической борьбы, и мне это не нравится. Ну, какая там может быть политическая борьба? Ну, написал, так сказать, есть сфера, там, не знаю, выражения своего мнения, да, в какой момент мнение, высказывание неоценочного суждения переходит грань оскорбления. Это тонкий момент. Если он начинает, значит, мы начинаем выяснять это с помощью отдельного закона, да, что это может работать как дополнительный инструмент ограничения той же свободы выражения мнения, той же свободы слова. Ну, вот тебе, ты предвидишь какие-то серьезные последствия, там, серьезные процессы, например, на эту тему, на какую-нибудь, или, я не знаю, какие-нибудь злоупотребления, которые раньше были там на уровне слов и рассуждений, а теперь имеют законодательную основу. Или это все будет как множество других законов, которые вот, как бы, существуют где-то, висят в воздухе. Ну, реально, я бы так сказала, если бы мы сейчас находились во временной точке, там, пять лет назад, я бы сказала, да, ну, это не будет, скорее всего, это не будет работать, не будет права применения. Я сейчас просто не знаю, потому что общество изменилось, Дума изменилась, ну, много чего изменилось, власть изменилась, тренды изменились, настроения изменились. Если, так сказать, Следственный комитет является третьим нисмейкером по значимости после президента и правительства, ну, это не очень хороший, в принципе, тренд, да, как это все может использоваться. И даже не просто Следственный комитет, а лично пресс-секретарь Следственного комитета. Ну, у него вот работа такая. То мне уже сложно сказать, так бы, конечно, ну, что, есть законы, которые... И, кстати, та же история с клеветой. На самом деле, вот Медведев смягчил статью, превратив ее из уголовной в административную. В общем-то, ну, в его срок это произошло, да, в общем-то и до этого закон о клевете, он, ну, он особенно-то не... Ну, то есть, может быть, он применялся, но он не был такой угрозой, да. Теперь, когда произошло обратное действие, то есть, от этого послабления закон перешел в обратную сторону, да, мы воспринимаем это как... Мы, журналистское сообщество, да, как угрозу определенную, потому что мы не понимаем, чего ждать сейчас. Потому что настроения в целом изменились. Может быть, то есть, мне поэтому, может быть, ничего не надо ждать, может, все нормально. Может, настроения не изменились. Мы сейчас сделаем перерыв на одну минуту, потом продолжим программу «Особое мнение». Про Суркову, что ли? А? Про Суркову, что ли? Нет. Про... Про... Познера. Про Познера. А что с Познером? Сейчас расскажу. Вчера был Познер какой-то. У меня 10 минут уже не грузится. Здесь не загружается. Это что, у тебя нет этого безутного пароля? Он, наверное, безутный. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Особое мнение у микрофона Ольги Бычковой с особым мнением Елизаветы Осетинской, главный редактор журнала «Форбс». И вот по поводу изменений, которые, по мнению Елизаветы Осетинской, произошли, происходят. И, как она только что сказала, она уже не во всем так уверена, как, например, пять лет назад. Действительно, настроения людей меняются. Или нам кажется, что они меняются. Или выглядит, что они меняются. Вот Владимиру Познеру, например, тоже кажется, что все меняется. И он написал на своем сайте по поводу наездов на журналистов. И он сказал, что за последние примерно полгода мы являемся свидетелями того, что можно спокойно называть наездом на СМИ со стороны представителей законодательной власти и не только. И все больше журналистов задумываются, стоит ли вообще говорить хоть что-нибудь, что может быть и, скорее всего, будет истолковано, как беспредельное высказывание. Это еще одна пограничная тема с оскорблением чувств верующих и клеветой. Называется экстремизм. Вот он обущает краску. Закон об экстремизме же был принят существенно раньше. Но он сразу был воспринят сообществом как возможный инструмент. Потому что предупреждение в связи с нарушениями закона об экстремизме, насколько я понимаю... Нет, это я сказала просто к слову. Я не об этом. Да, я о том... Ну, Познеру самому был, блестящий кейс с Думой. Да, помню. Все это помню, это было недавно. Конечно, есть, честно говоря, есть у меня ощущение, что все это отвлекает нас от основных тем. На самом деле, от основной повестки. Меняет повестку, формирует какую-то бессмысленную повестку. На самом деле, я так, может быть, резко говорю. Но есть действительно серьезные вещи, которые нужно обсуждать. Ну, про развитие страны, как мне кажется. Мне кажется, что вопрос о том, вот то, что у нас закрывается там 400 тысяч малых предприятий, это существенная тема, которую надо обсуждать. Потому что это доходы людей, это качество жизни людей, это возможности людей, это их будущее. Это, так сказать, реформа медицинского обслуживания, реформа образования. Это те вещи, которые надо обсуждать с холодной головой. Но их же обсуждают, на самом деле. Мне кажется, что это обсуждение уходит в такую эмоциональную... Вот как раз в обмен оценочными суждениями, с быстрым переходом на личности. А к каким-то конструктивным действиям, движению в каком-то направлении, не переходит, не приводит это обсуждение. И мне более того, мне кажется, уже надо определиться, куда мы идем и зачем. И начать уже действовать в этом направлении. То, что кажется, что правительство идет в одну сторону, Дума идет в другую сторону. Я имею в виду в словесных, как минимум в словесных интервенциях. Но это проблема в том, что они плохо это обсуждают? Или проблема в том, что это не обсуждают? И проблема в том, что вообще решение принимается в одном месте, а обсуждаются эти решения в других местах? Или что? Потому что, ну, например, тот факт, что... Парламент, безусловно, место для дискуссий. Хорошо. Но вопрос о чем? Нет, тот факт, что, например, обсуждают какие-то вот такие вот громкие, скандальные политические сюжеты, это не значит, что это делается в ущерб... В экономике России, например, в экономике России наблюдается рецессия. Это тревожные признаки. Да, там она обсуждается техническая, она не техническая, второй квартал отыграет, не отыграет. А в Думе обсуждается законопроект, к счастью, о запрете доллара. Это, я бы так сказала, это ирелевантная тема, в смысле, что она не относится к тому, что нужно обсуждать. Он никак всерьез не обсуждал законопроект и запрете доллара. А рецессию кто-то всерьез обсуждал в Думе? Вопрос рецессии. Вообще, и тем, как из нее выходить. Какие стимулы для экономического роста нужно создать, в том числе и законодательно? Это вообще кто-то обсуждал? Ну, так может, и слава Богу, что это в Думе не обсуждают. Может, достаточно того, что это обсуждают в правительстве, например. И там сидят профессиональные люди. Пускай они это обсуждают. А что Дума? Вот она обсуждает сейчас. Прости, Господи, запретит доллар. Еще что-нибудь запретит. А, окей. То есть мы относимся к Думе, к парламенту в целом, да, как к такому месту, где, в принципе, возможно, только маргинальные инициативы какие-то. И это такой воздухозаборник или громоотвод, я даже не знаю, какой-то такой, да. А решения настоящие принимаются, обсуждаются там в правительстве, а принимаются в Кремле. Такая у нас модель. Ну, я не знаю, а в правительстве они не обсуждаются, не принимаются, ты считаешь? Ну, а действия-то какие совершаются? Ты меня спрашиваешь? Это я тебя спрашиваю. Не, на самом деле, вот сейчас Алексей Кудрин, бывший видный член правительства, министр финансов, вице-премьер бывший, выступил только что и просто понес деятельность правительства и правительства в 2012 году просто по кочкам. И призвал взять на себя единую Россию, ответственность за сложившуюся вот эту самую ситуацию, о которой ты тоже говоришь. И он там просто на этой открытой трибуне, он ругал просто вообще всех, можно сказать, вот всех. Экономику ругал, и политику ругал, и разные действия Единой России ругал, и законы там, связанные с гражданским обществом, как НКО, ругал. Ну и что, вот это вот правильное действие, вот это является требуемой, чтобы дальше какие-то принимались решения, ты считаешь? Кудрин свободный человек, свободный пока еще в стране, да, с большим экспертным опытом. И у него, так сказать, есть возможность... Ну да, зря ругаться не будет. Да, оценивает деятельность правительства, в котором он сам проработал, не помню сколько лет, точно больше десяти. И дважды был признан лучшим министром финансов. То, что у них, конечно, с Медведевым есть, ну, некое, не скажу противостояние, но у них, скажем так, разные позиции, были определенные конфликты, в том числе и публичные, да. Это тоже факт. То есть нельзя сказать, что он прям, ну, так сказать, полностью в данном случае такой полностью независимый эксперт. Он зависим в данном случае от своего прошлого, от своих прошлых конфликтов. Но безусловно... Он сам несет за это ответственность. Ну да, но это его, так сказать, возможности эксперт. Но вот действительно, давайте посмотрим, а какие, собственно, вот, ну, остро необходимые решительные действия были предприняты правительством, чтобы, например, подтолкнуть развитие предпринимательства в России. Ну, в том числе и Путин критикует правительство за неисполнение его же указов, да. То есть правительство, орган, который ответственен, собственно, за экономическое развитие. Где, собственно, резкое улучшение климата, где вот эти вот шаги, необходимые для повышения России в рейтинге ДУМ, бизнес, да, 20-го, по-моему, места нужно, там, на 100 ступеней надо, там, прыгнуть в следующем году. Так это же все должно быть принято. Это просто на ракете начнут взлетать. Ну да, но это понятно, что уже все понимают, что никуда мы не взлетим, что, ну, таких резких никаких шагов не предпринимается. Ну, да. Что делать? Ну, а как так? Непонятно, кто будет, кто ли Центробанк должен отвечать за экономический рост? Нет, ну, если, например, Кудрин ругается, и ему говорят, а ты бывший, например, говорят Кудрину, да, ну, ладно, он действительно бывший. Но если, например, Медведев там что-нибудь говорит, говорят, тоже говорит плохое про правительство, он не бывший. Путин, это говоришь, тоже не слушается. А тогда каким образом нужно все это решать? Кстати, вот у Кудрина действительно, у него сейчас очень выигрышная позиция, ведь когда он работал в правительстве, у России было два состояния. Либо был кризис, и он был, ну, как принято заявлять, успешно преодолел. Да, об этом можно много спорить, но за счет денежной подушки, которую Кудрин накопил, собственно, благодаря Кудрину она образовалась, он убедил Путина, что деньги не надо немедленно тратить, да, и держал, так сказать, оборону. Да, и кризис был преодолен. А до этого, да, когда кризиса не было, был экономический рост. Поэтому, мудренно, удобно очень говорить. При мне был экономический рост, а когда его не было, когда я был в правительстве, а когда его не было, кризис был успешно преодолен. То есть, такой позиции у него, политически у него очень выигрышный. И, в принципе, то, что он не занял никакую должность в структуре власти, сейчас для него, ну, как для потенциального политика, это тоже очень такая выигрышная история. Ну, возвращаемся к твоему предыдущему тезису, который называется «Авос и ныне там». Да, «Авос и ныне там». Потому что все равно ничего другого не происходит в конечном счете. Ну, хорошо, это выигрышная позиция лично для Кудрина. Ну, супер просто, прекрасно. Я рад за него. Ну, без какой-то... Нет, а сбой, ты считаешь, в чем происходит? Вот сбой в каком месте? Там, на уровне Кудрина, на уровне Медведевского, на уровне Путина. Мне кажется, что сбой происходит на нескольких уровнях. Для начала нужно понять, что мы строим, какую экономику, чего мы хотим. Сформулировать это для себя, сформулировать это для остальных, двигаться вперед. А то получается, что мы строим какую-то суверенную рыночную экономику. Но с суверенными особенностями. Ну, так не бывает же. То есть, такую социально ориентированную рыночную экономику. Просто сейчас такой момент, особенно когда цены на нефть начинают вроде как падать, да? Ну, снижаться. Вот такой момент, что очень сложно и рыночную экономику, и социально ориентированную. Как-то так и не может быть. Либо это уже совсем госкапитализм. Хорошо, давайте, госкапитализм. Но, так сказать, у нас вроде при этом курс на приватизацию. Ну, это так просто не бывает. Не бывает, когда госкапитализм, Роснефть, так сказать, получает 30% рынка нефтяного, да, государственная компания. Хорошо, она рыночный круг, замечательно, прекрасно. Классно, большая компания в мировом масштабе. Сичин строит там, Эксен Мобилл, хорошо, окей. Но при этом у нас приватизация запланирована. Эти вопросы не сформулированы или они давно сформулированы, но не ответят? Федев позиционирует себя как сторонник приватизации. У него есть, там, Дворкович, он тоже за приватизацию. Но при этом есть, мы понимаем, что есть другое крыло. Но когда рост сам по себе происходит, можно жить и так. В принципе, будет тогда все время баланс. Одно будет говорить делать так, другое так. Никто никуда двигаться не будет, мы будем стоять на месте за счет, так сказать, роста цен на нефть будет экономический рост. Хорошо. А когда ситуация такая, что самого по себе его нет, ну, как, например, в 98-м, по итогам 98-го года, в 99-м, нужно было сделать несколько каких-то простых вещей, ну, таких требовавших какой-то воли. И за счет импортозамещения, каких-то других вещей, все начало развиваться. Цена на нефть выросла с 8 долларов до 20, уже хорошо, прекрасно. С 20 до 40, замечательно, счастье. Все само происходит. Еще опустили подоходный налог, люди стали платить налоги, выходить из тени, прекрасно. Все отлично. Закрутили гайки, еще лучше пришлось вынуждено. Ну, люди посчитали для себя, что риски выше не платить, но стали платить налоги и так далее. Ну, сейчас так просто не получается. Сейчас сложно. То есть, ты считаешь, что сейчас просто вот мы плывем по течению, и как бы вот нету вот этого весла там или руля, который бы... Ну, очевидно, есть такое мнение, что госинвестиции – это такая важная вещь, которая вам... И действительно, что мы видим по нашим всяким замерам, даже по конкретным историям, которые мы описываем, что частный бизнес в значительной степени подпитывается за счет госзаказов. То есть, вот это распределение денег, оно помогает отдельным людям, ну, формировать капиталы, наращивать бизнес, там, вот эти заказы. Но, опять же, как мы видим по Сочи, вот если разобрать, у нас в следующем номере будет интересная история на эту тему, там, про мостовик, такую компанию, которая строила в Антовом Москве, потом строила там на остров Русский, в Сочи тоже строят. Вот, ну, ну, за это еще им, так сказать, там, могут, например, наказать их, там, за перерасход. Ну, понятно. То есть, все это такое рискованное, зона рискованного бизнесмения. Хорошо, сделаем перерыв, и про рискованные бизнесмения как раз я и хотела задать пару вопросов Елизавете Эстинской, главному редактору журнала «Форбс» после небольших новостей. Пишут люди из Беларуси, ну, просто уже несколько человек написали, типа, позор. Спасибо. Спасибо. «Украден наши». «Украден наши». «Украден наши». «Ну, я просто боялась, что вот вот…» «Я как-то по центру проскочила». Вот, когда у меня полшествовая информация, нормально, не случайно, совершенно. Все спрашивают про Евровидение, придется спросить. А что спрашивают про Евровидение? Говорят, во-первых, из Белоруссии пишут, типа, нам позор. Нам позор? Да. Нам с тобой позор или в целом России позор? И так, и так. В хоккей нехорошо проиграли, ну, камон. Ну, нехорошо. Ну, как так? Ну, это не уровень чемпионов мира. В любой игре. Это праник. В любой. Кто-то выиграет, кто-то выиграет. Ну, не три же восемь. Пойдите на раз национальные трагедии, я думаю, это... Нет, ну, национальные трагедии. Ну, я не знаю, итальянцы тоже, итальянцы футболу национально переживают? Да, я никогда не знаю. Хоккей. Хоккей? Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бучкова, Елизавета Айстинская, главный редактор журнала «Форбс» со своим особым мнением. Я хотела тебя спрашивать тут про нефтяные компании, а тут все спрашивают, знаешь, про что... Придется ответить. Да, придется ответить. Как вы относитесь к фальсификациям на Евровидении, спрашивает Андрей из Твери. А, например, Иван пишет, это вы батьку так троллите. Придется, признайтесь, имейте в виду, что мы с тобой, мы с тобой, не только азербайджанцы, которые не дали нашей российской девушке ни одного балла, ни одного голоса, как выяснилось странным образом. Оказывается, вот мы с тобой, нас в этом сейчас тут обвиняют товарищи из Беларуси, тоже не дали белорусской исполнительнице от России ни одного голоса. Ответь что-нибудь про Евровидение. Или это ты считаешь тоже из Сирии, отвлечь народ от серьезных тем? Ну, для того, чтобы отвлечь народ от серьезных тем, нужно, чтобы сначала народ задумывался о серьезных темах, а потом нужно его отвлекать. Да прекрасная девушка эта наша, которая пела. Да. Хорошо пела, получила хорошее место. Уже все, она его получила. Мне кажется, не надо портить теперь настроение разбором вот этих полетов. Надо оставить ощущение праздника. Зачем министр иностранных дел так сурово рассказывается в адрес Азербайджана? Он что, войну ему объявил? Я не знаю, это был бы, конечно, интересный повод так повернуть наши отношения с Азербайджаном. Мне кажется, что эту светлую тему нужно оставить и перелистнуть страницу. И в следующем году выдвинуть каких-нибудь Бурановских или еще каких-то бабушек. Они были в прошлом или там. Ну, хорошо. Или найти какого-то исполнителя, хотя бы моложе 40 лет. А это еще раз, она прекрасна, да, она прекрасна, она хорошо поет. Я, правда, не видела, как она пела там, ну, я, ну, то есть я не видела там, что-то писали про платье и все такое, но песня какая-то была, да, я слышала. Ну, что песня, я даже не знаю, что была за песня, потому что мне кажется, что опять какое-то низкопоклонство перед какими-то нашими представлениями о чужих представлениях вот в очередной раз проявляется. Я не вижу ничего ужасного в том, что она пела в английском языке. И, в общем, все это, на мой взгляд, не так печально и не так воинственно. Что мы скажем нашим белорусским друзьям быстро? Но в следующий раз за них вы голосуем. Да, непременно. По пять раз каждый человек проголосует. По поводу английского языка, кстати, вот хотела тебя спросить про эту историю с компанией Гунвор. Гунвор, расследование в отношении которой по торговле нефтью в США в этой стране ведется. Это вообще интересная история, потому что, вообще говоря, это первое накопало газету «Ведомости». Да, и Гунвор все отрицал. И мы потом, у нас было интервью Тимченко, и у нас была возможность про это спросить. Мы спросили, а что за расследование, и они сказали, в настоящее время никаких действий не предпринимается, и нам ничего не известно. Я не понимаю, почему надо было так тонко играть, потому что это все равно, а потом раскрывать это в меморандуме. Почему нельзя было в тех же формулировках об этом сообщить? И все это, естественно, вызывает вопросы. Тем более, что одновременно мы знаем, что какие-то действия и в Швейцарии тоже производились. И, конечно, не до конца понятна причина и каким выводом в результате. Я так понимаю, что формальная позиция юристов Гунворка состоит в том, что им больше ничего не известно. Что они сотрудничали, что они готовы к сотрудничеству, что никаких документов не получили, что они все документы предоставили, что все, а сейчас больше ничего не происходит. Но про компанию Гунворк известно, что про нее ничего не известно толком, что она очень таинственная и ужасно богатая. Да нет, она на самом деле раскрыла недавно сведения о том, сколько она зарабатывает. Зарабатывает у нее какие-то проценты с оборота, что естественно. Она раскрывает все сведения, которые, например, ты хотела бы про нее узнать. Нет, не все. Там есть еще интересные офшорные истории, не до конца понятные. Там как устроено. В рамках законодательства они обязаны что-то раскрывать. Что они обязаны, они раскрывают. Они сказали, что у нас есть два собственника, есть пакет для менеджеров. Вот, собственно, и все. А есть там какие-то еще не совсем понятные истории про то, что есть еще некий посредник при торговле нефтью с Роснефтью. Ну, это такая типично российская история двухтысячных, которая вот сейчас каким-то образом находится в соприкосновении с внешним капиталистическим иностранным миром, который более-неволе будет заставлять ее раскрываться. Или это история совершенно не отечественная, а все такие? Ну, в действительности, всякое бывало. Вообще, трейдерский бизнес весьма и весьма непрозрачный. И сейчас мы знаем, что компания Глинкор публичная, а, так сказать, 15 лет назад или там 20 лет назад ее владелец, так сказать, имел проблемы с властями США, Морк Рич, да, и весь этот бизнес был совершенно непрозрачный и обвиняли их в уходе от налогов там. В общем, все, так сказать, сложно. И плюс, сам механизм торгов, насколько я понимаю, это достаточно приблизительно, это, знаете, сам механизм торгов нефтью устроен так, что там нет такого прям публичного спроса и предложения. Там происходит часто просто обмен мнениями между трейдерами. Была вот знаменитая, в частности, статья в «Экономисте», которая там описывала какие-то нюансы. Там все очень, на самом деле, трудно и непрозрачно, все очень трудно отследить. И, в общем, никто особо не обязан там раскрывать маршруль, если он не публичная компания. Когда компания хочет занять денег, вот компания Гурувер хочет сейчас, Тимченко хочет занять денег. Он тогда рассказывает инвесторам что-то про свой бизнес. А компания, так сказать, Глинкор захотела стать публичной, да, и тоже много чего рассказала инвесторам о себе. Но до этого момента нам достаточно трудно что-то об этом узнать. И вынудило ли это Тимченко в большей степени сконцентрироваться на российских активах? Ну, тут мы можем только, опять же, высказывать наши оценочные суждения. Но очевидно, что в какой-то момент Тимченко стал больше инвестировать в реальный бизнес. Не в трейдинг, а в реальные активы. Это все бурно в «Атэк». Да, это такие... Причем, я хочу сказать, что «Новатэк», ну, это просто такая кэш-кау, да, которая на фоне того, что там капитализация «Газпрома», скажем так, оставляет желать лучшего, «Новатэк» просто период. То есть, «Михельсон» вошел в тройку богатейших людей, Тимченко вошел в десятку благодаря богатейших людей по версии «Форбс», благодаря «Новатэку». То есть, вот такой реальный актив. Почему стал ли он переходить в эти активы в связи с тем, что у него проблемы США? Это нормально, что про российскую компанию нужно с таким большим трудом... Нет, не российская компания. Ну, я понимаю, но это компания, которая... Что «Роснефть» не раскрывает, какую маржу она дает трейдерам. На это... Что с таким трудом нужно искать информацию, и еще вот все там ломают голову. Вот они вот... Вот на миноритарные акционеры ТНК... Миноритарные акционеры ТНК, они там поинтересовались усеченно, как там насчет их выкупить в связи со сделкой. Он сказал им... Он потом смягчил позицию, стал обсуждать, но вначале он сказал, что это все наши деньги. Вот поэтому... Он потом, ну, так сказать, там начались какие-то переговоры, там... Вот, там, встречи с инвесторами... Они вынуждены становиться более открытыми все-таки, соприкасаясь с внешним миром. Или наоборот, или здесь тоже все наоборот, несмотря на все требования внешнего мира. На самом деле нет такого сейчас жесткого требования внешнего мира на раскрытие информации, я бы так сказала. Вспомни, там, больше 10 лет назад, 12 лет назад, «Газпром», когда там еще был Вяхерев, сколько запросов, сколько, там, действий со стороны портфельных инвесторов было в отношении руководства «Газпрома», сколько критики было по поводу ИТР и так далее. Сейчас, ну, как-то все там более-менее довольны. Все надеются заработать на росте, росте капитализации, органическом росте компаний, покупке дополнительных активов. Никто как-то не хочет связываться с российской государственной компанией в смысле ее критики. Тем более, что, ну, она... В России не хочет связываться, или за границей? Ну, портфельные инвесторы, нет, иностранные фонды тоже не хотят. Они думают, что чем мы будем тратить силы на критику, мы скорее заработаем на росте капитализации. Вот и все. Она вырастет, потому что Сечи ставят перед собой амбициозные цели по завоеванию там мирового нефтяного господства, я не знаю. Они ставят делать на это ставку, что будет большая классная компания, что они на этом стоимость их акций вырастет. Они заинтересованы в том, чтобы атаковать Роснефть, доставлять ее становиться более прозрачной. И там докладывать... Короче, все всех устраивает. Мы поняли. Спасибо большое, Елизавета Астинская, в программе «Особое мнение». Реклама